В годичном богослужебном круге Православной Церкви Страстная Седмица занимает по праву самое важное место. Она – тема огромного количества исторических, богословских, экзогетических, литургических исследований и огромного количества самых возвышенных церковных проповедей. Грядет Господь на вольную страсть. Священные события последних дней земной жизни Спасителя переданы евангелистами наиболее подробно и, конечно, они стоят в центре нашего внимания. Как сложное музыкальное произведение, которое необходимо слушать целиком, во все его совокупности для лучшего усвоения, обращая внимание на каждую отдельную тему и партию, ведь только так общая гармония приобретает для слушателя как бы новое звучание, так и богослужение Страстной Седмицы всегда целостно. И вот уже целые века никто не дерзает его дополнить каким-либо песнопением, благоговея перед этой дивной древней гармонией. В Великий Понедельник, Великий Вторник и Великую Среду церковные песнопения посвящены и воскрешению Лазаря, и входу Господа в Иерусалим. Но появляется песнопение, которое заставляет верующего оставить в чем-то бесшабашную радость вербного воскресения. «Се, жених, грядет в полуночи, и блажен раб его же обрящет бдяще, недостоин жипаки его же обрящет унывающе. В нем объединены образы двух евангельских притч о десяти девах и о рабах, которым приказано заниматься каждому своим делом, пока хозяин их отсутствует. И девам в ожидании жениха, грядущего в полночь, нужно запастись маслом для светильников, и рабам, которые не знают, когда придет хозяин, предписано бодрствование. Верующим, чтобы не потерять участие в Царстве Божием в последние дни перед Пасхой, также надлежит быть начеку». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова